рада приветствовать вас на своем канале и сегодня будет видео о неаполитанском букете торговой марки тела артис артикул тк 042 у меня была заготовка бисер я подбирала практически весь по ключу подбор бисера я показывала в своем видео когда начинала данную работу в апреле месяце старта и сейчас вы на экране можете видеть сколько у меня было вышито тогда за день продолжать же вышивать данный букет я буду в рамках сп роза королева цветов которые организовала светлана абакарова так приступим хочу показать промежуточный свой этап и не потому что у меня здесь выше то какая-то часть работы мне кажется здесь меньше трети но снимаю я это видео потому что у меня закончилась катушка с нитками вышиваю я вот такими ниточками ариад на титан 100 здесь по идее 100 метров но сказать по правде я не знаю либо отсюда отматывали либо у них метры какие-то не метровые и еще когда вышивала рушник говорила видео что как-то быстро у меня закончилась катушка смысле что не 100 метров по сравнению с привычными для меня spark beats и в этот раз мои опасения подтвердились и вот как вы видите меньше 3 работы вышито а у меня здесь уже ниточка закончилась я с собой брала всего дверь катушки и навряд ли мне теперь хватит надо будет просить мужа чтобы привез мне еще ну или две катушки если он конечно моих завалах их сможет найти в апреле месяце стартов когда я начинала бисерный проект я для каждого откладывала отдельную катушку максимум я думала что у меня уйдет сюда 2 а еще вот сколько не выше то причем здесь работа намного выше намного шире вот этот кусок с розами центральные и одной катушки мне точно не хватит чтобы это все завершить вот такой вот промежуточный вариант не показывает камера насколько это все блестит давайте так пошевелю тогда лучше видно вообще результат конечно просто потрясающий сшиваю я у меня работа скручена видите есть на ней складочки то есть с этой стороны она у меня скручена и с другой стороны скручена и я вижу ну вот совершенно узенький отрезочек когда развернула работу чтобы вам показать сама ахнула и даже дети ахнули как красиво получается чудесно подобраны цвета зелень когда я начала вышивать здесь в основном вышивалась в начале только пятью цветами вот на этом листике у меня уже добавился шестой цвет зеленого вот самые темные цветов от темного более светлого добавился уже шестой цвет а седьмой самый светлый зеленый до сих пор я к нему не дошла он будет только вот здесь вот светленький то есть немного попозже он у меня начнется я в своем видео в апреле месяца старта в принципе рассказывала что вот эти два последних зеленых их очень тяжело различить когда они рядом они хорошо различимы что один просто зеленый кружочек а второй с точечкой но когда они были в работе здесь очень тяжело понять какой там из них есть в этих листиках я уже считала от самого темного мне 1 2 3 цвет 4 5 и 6 то есть они идут друг за другом только так можно их вычесть такие у меня на данный момент продвижения шла вышивать дальше посмотрим насколько мне хватит 2 моей катушки очередной этап половина работы вернее по бисеринкам возможно и не половина если так вот сложить пополам то получается как раз серединка серединка вышита вчера развернула посмотреть как получается и заметила что оказывается середина уже вышита здесь вот сверху самые светлые цвета используются получается листик из трех светлых оттенков два из них с блестящей серединкой и один прозрачный также вышелся у меня вот этот опавший бутончик вблизи конечно выглядит чем-то непонятным сдалека когда он будет не один на их будет несколько будет понятно что это такое и будет красивее и интереснее смотрите на вот этот бутончик какой он интересный есть до всего три цвета бисера какой он яркий и красивый практически самые темные цвета только самый темный красный здесь не использовался сочный сочный цвет ну и конечно центральные розы здесь самые роскошные самые распустившиеся а эти не совсем распущены они тоже очень красивые люблю когда роза немного закрыта еще нежная и не остается какая-то часть загадки пока у меня получается что я где-то розу вышиваю два дня эту розу я вышила за два дня зелень у меня также на два дня растянулась и здесь тоже до два дня но на это наверно придется три дня потратить вот это вот я вчера вышивала кусочек такой так как она широкая быстрее всего еще сегодня в еще какую-то часть и на завтра если такими же темпами будет двигаться и я думаю что я ее здесь то точно завершу главное чтобы бисера мне всего хватило так как я говорила в подборе бисера то у меня не весь бисер нужном количестве у меня вышито две трети работы уже у меня довольно плотненький рулончик получается тяжелый конечно не сравнить с моим аквариумом но тем не менее вышивать не очень удобно кроме того здесь он такой более плотный потому что зашивка идет практически везде а ближе к краю зашивка не полная он более такой мягенький какой-то в общем не очень удобно аквариуме там была зашивка полностью было удобней вышивать когда вы держишь за край который поменьше еще не выше тогда удобнее вышивается ну а когда в руках приходится держать этот моточек рука уже устает и конечно тяжеловато но снимать я взялась не из-за того что показать моточек а потому что кончилась вторая катушка у меня уже две пустые катушки ну просто не может быть чтоб на эту розу ушло три катушки так что быстрее всего я вам не скажу точно сколько надо на нее ниточек если например в моих котиках от тела артистам по 20 тысяч бисеринок и ушло где-то по 150 метров ниток я думала что двух вобинок мне точно хватит сейчас вернемся 28 там круговая техника ниточек идет больше а здесь лу крестом вышивается поэтому по идее не так должно уходить меньше и давайте покажу что у меня выше то это то что мы видели зелень яркая красивая и центральные три розы смотрите какая красота а я огромная вот это центральная просто шикарная красотища но проблема не только ниточках ниточки у меня есть еще я брала с собой не только этот процесс у меня в другом процессе лежат еще нитки проблема в том что у меня закончилась два цвета бисера это два зеленых но закончились они у меня не по вине производителя а по моей так как я брала остатки не столько сколько надо и глупостью большой было не взять с собой запасной бисер и сегодня у меня в планах было вышить зелень где-то вот отсюда то есть половинку этой всей зелени но вышивать я не могу дальше так как цветов нет но я уже мужа попросила он мне привезет и ниточки привезет на всякий случай еще эти два цвета бисером а пока я решила вышивать в других местах на которые у меня есть бисер вышила здесь бутончик посмотрите какой он красивый прелесть и вот этот вот остаточек от розочки выглядит он конечно не знаю может издалека будет больше похоже но сблизи не знаю как то они не похожи мне на остатки от бутонов здесь выше то уже два и остался мне здесь краю 3 забыла вам сказать что здесь ужасно различимы цвета здесь используется желтый и оранжевый и на кружочке с точечкой вот он темнее немного выглядит на схемке это оранжевый а там где просто желтый кружочек это желтенький бисер вот сейчас на камеру его видно хорошо но когда вышиваешь видно отвратительно я делала как я ставила точечки где точечки кружочках и тогда было удобней то есть пока хорошее освещение пока видно оставила все точечки и уже потом знала обычной ручкой здесь ручка не просвечивается ничего страшного сейчас намечу здесь и начну вышивать уже с этого края не хочется терять время а уже потом дошью зелень когда появятся цвета больше всего я волнуюсь за розовые так как их у меня тоже некоторых цветов было меньше чем необходимо давайте еще раз покажу вам эту красоту столько красивые сочные листики такая сочная листва здесь светленькие листики здесь сочные будут еще вот здесь вот светлые листики и можно будет светлый зеленый убрать из работы как приятно прикасаться как красиво блестит бисер красота розы шикарные когда они оформятся будут висеть на стене сказка осталось совсем немного потрудиться главное чтобы всего мне хватило и вот моя работа во всей красе лежит перед вами пришлось поднять треногу выдвинуть все ножки чтобы поместить ее потому что работа довольно крупная длину она метр и высоту 23 с половиной сантиметра ну что тут скажешь результатом я очень довольна работа грандиозная работа шикарная подбор бисера просто неимоверно красивые розы получились как живые мне очень нравится что здесь розы показаны скажем так в нескольких своих стадиях развития от совсем небольшого бутончика до более крупного бутона и есть не совсем раскрытые бутоны этот бутон и самый крайний с той стороны и кроме того есть уже открытые шикарные настолько они завораживают своей красотой и также можно видеть уже опавшие остаточки от бутончиков и очень нравится мне первая роза которую я начинала вышивать она немного от нас отвернута но это также придает ей определенный шарм и этим она мне можно сказать и нравится давайте я вам покажу работу поближе чтобы можно было рассмотреть деталях прекрасный подбор бисера красные зеленые листики сочные есть молодые самые светленькие включила свет верхней чтобы был виден как раз этот блеск бисера потому что при дневном на камеру не дает блеска при искусственном хорошо видно здесь потемнее но тоже сочные красивые есть также поломанный листик бывает когда берешь букет в руку листик надламывается такая прям ровная получается полосочка вот здесь также листик надломился мои самые любимые розочки та часть которая нравится мне больше всего и на вот этих пышных красавиц вы посмотрите какая большая центральная роза она больше моей ладошки конечно результат шикарно красиво видны все корешки все настолько хорошо проработано здесь не раскрывшийся бутончик только-только начинает он свою жизнь а здесь уже опавшая розочка такое сочетание новой жизни и увядание на одном небольшом кусочке издали уже не так светят вот эти вот синие кружочки вот если преломлять видите их хорошо видно что там внутри синие это то что меня всегда сбивало то что мне не нравилось но так да смотрите особенно издалека ничего я думаю видно не будет но в процессе работы конечно меня это скажем так напрягала эта роза у нас также пышная распустившаяся она тоже большая но она серединкой своей вниз упала поклонилась от тяжести своей прекрасно розочка и чудесная которая только начинает у нас расцветать ближе покажу бутончики нежные и аккуратные но вот видите вблизи смотришь но видно что между бисером там что-то не то светит большая надежда на то что повешу ее где-нибудь высоко далеко и никто не будет это видеть здесь такой кусочек красного бисера где-то там вдали у нас спрятался видимо еще один бутончик который только начинает появляться потому что он темный спустившиеся розы уже более светлые а бутончики потемнее то заходит в группу к светлане за королева цветов тут мог уже раньше увидеть мои розы я только завершила работу я фотографии выставляла но видео немного задержала ну а теперь для тех кому интересно по бисеру для тех кто планирует вышивать такой букет я расскажу вам немного по остаткам бисер у меня весь остался не хватило мне тех цветов которых у меня было меньше чем заявлено производителем первый бисер его необходимо 12 грамм у меня его осталось и 2 и 8 то есть если вы купите 10 грамм это будет вам скажем так тык-в-притык и надо будет быть очень аккуратным и поэтому возможно стоит все-таки купить 12 или 15 грамм чтобы сильно не волноваться второй номер надо его 22 грамма у меня осталось целых четыре с половиной так что здесь можете 20 грамм покупать спокойно следующий номер необходимо 26 грамм и у меня осталось только 4 так что здесь вам понадобится более 20 грамм следующий необходимо 22 грамма у меня его осталось побольше так что 20 грамм вам здесь вполне хватит следующий номер 31 грамм видите у меня пакетик пустой но все потому что у меня его было всего 23 с половиной грамма и пришлось мне брать у мамы чтобы дошить свои розы 30 грамм вам точно хватит следующий номер надо 37 грамм осталось у меня тоже 9 грамм так что по идее 30 должно хватить и последний номер последний из розовых у меня также пустой пакетик мне не хватило потому что было у меня его всего 30 грамм и пришлось мне брать у мамы так что этого бисера 30 грамм не хватает необходимо все таки хотя бы грамм 35 касательно белого цвета к сожалению не могу вам сказать бисер у меня белый оставался но я отдала его маме не успев свесить поэтому хватит ли 30 грамм не могу вам сказать теперь по зеленым цветам касательно 10 номера было у меня его всего 15 грамм поэтому и не хватило но я думаю грамм 20 вам вполне должно хватить 11 номер было у меня его 30 грамм как вы видите у меня остался причем осталось даже больше это я уже вышиваю следующую свою работу что здесь вполне хватит 30 грамм следующий бисер необходимо 30 грамм было у меня его ровно 30 и осталось 5 и 4 то есть 25 грамм может хватить тык впритык следующий необходимо 23 грамма как вы видите у меня его осталось более 5 грамм то что здесь вполне хватит 20 грамм следующий номер было у меня 14 осталось всего 2 и 8 так что здесь вам 10 грамм никак не хватит берите больше и 57 220 пакетики у меня много потому что было его больше чем необходимо и ушло более 5 грамм так что здесь одним 5 граммовым пакетиком вы никак не обойдетесь ну а по желтому и по оранжевому их я даже не взвешивала тут их необходимо совсем немного если у вас есть какие-то остатки я думаю вполне вы подберете что-то из остаточков по бисеру это все надеюсь кому-то эта информация будет полезна и пригодится ну а кто любит чтобы запас был побольше берите столько сколько указал производитель так как я вышиваю очень аккуратно и даже если бисер у меня рассыпается мне дети всегда помогают его собирать если у вас есть все-таки дома маленькие помощники которые помогают вам вышивать и могут раскрасать лучше все-таки взять запас побольше ну вот пожалуй все еще одна прекрасная работа добавлена у меня в копилочку готовых работ не надеюсь в ближайшем времени поселиться у меня на стене я благодарю вас за внимание я же с вами не прощаюсь я говорю вам до новых встреч а